Так, уважаемые друзья, большое спасибо Владимиру Алексеевичу. Тема выступления Бога Владимира Алексеевича, концлагерис Лос-Пилисцы, проблемы исследования. Ну, 25 минут. Насчет того, что, если кто-то не слышал или еще не знает, то в январе этого года широкой публике была предоставлена и представлена научная монография об истории крупнейшего нацистского лагеря в Сауспилсе. Называется «Айсшем Бартем Байдзема» – «Сауспилс Монокна». «За этими воротами стонет земля, лагерь в Сауспилсе». Это цитата взята с ворот в лагере, который находится в Сауспилсе. Книга издана коллективом латышских историков в совместстве с пожеланиями Министерства иностранных дел Латвии и Сауспилской троевой думы. Цель у них была такая, поскольку в местном и зарубежном обществах о Латвии и событиях в лагере Сауспилсе распространяется разная ложь. Именно это послужило написанием этой научной монографии. Научная монография, если ее опытным взглядом оценить, то это классический пример того, как формируется историческая пропаганда. То есть берется какие-то факты, удобные факты для осмысления, для трактовки, и потом обвешивается, как елка, нужными фактами, и на этом основании делается глобальный вывод. Данная книга – это одно из звеньев цепи, которое было положено на начало еще в прошлом году. 8 мая 2015 года латышский эстеблишмент во главе с премьер-министром Латвии посетили мемориал Сауспилса. Это было первый раз практически за все время независимости Латвии. Там же были представлены главы депмиссии Литвы, Польши, в разного ряда государствах. И где была также озвучена официальная позиция Латвии, премьер-министр Канташни Лайвенда Страума сказала, «Наша обязанность рассказать правду, поскольку она поможет искоренить выдуманную в советские годы ложь и мифы. Это мы сможем сделать, организуя конференции, публикуя исследования, издавая книги». Вот как раз эта книга уже третий шаг. Вторым шагом был конференция. В сентябре прошлого года также прошла, можно сказать, научная конференция, международная научная конференция, где были озвучены исключительно нужные точки зрения. Никто из оппозиционного им лагеря, из русской общественности, не был приглашен. Не была озвучена ни наша точка зрения, ни какая общая. Только то, что они хотели слышать, то и было представлено на той конференции. И вот, наконец-то, в январе этого года была представлена книга, о которой я уже говорю. И что можно сказать? Это набор фактов, который облачен в исторические, такие научно-исторические одежды. Ну, какие подходы? Берутся, например, разные утверждения, которые голословные утверждения, на которых строится вся теория. Изначально в книге даются такие установки, например. Главная цель, да, еще забыл сказать, что основной источник материалов по Салспилсу это расследование чрезвычайной комиссии, которая работала с осени 44-го по весну 45-го года, расследуя все эти нацистские преступления. И вот по архивам этой комиссии можно сделать любые выклады, которые на сегодня известны. Удобные, вернее. Вот, например, чтобы очернить действия и доказать абсурдность действий чрезвычайной комиссии, авторы прибегают вот к таким трактовкам, например, без всяких доказательств. То есть они утверждают их без всякого, так сказать, доказательств. Вот, например, долгие годы память у изников Салмспилса советскому режиму была безразлична, поскольку погибшие здесь люди служили только удобной составной частью пропаганды. Это уже на странице 10-й. Чтобы осудить за сотрудничество с немцами, необходимо было всего лишь подыскать пару свидетелей. Уже дальше. И, зная, какие методы исследователи часто использовали, чтобы добыть от обвиняемого необходимые показания. Сразу же после начала судебного процесса в учреждении советской безопасности организовали письма трудящихся. Следователи могли подыскать свидетелей, которые были готовы дать такие показания, какие им нужны были. И также о детях, когда они говорят, то оценивая содержание собранного материала, доказательств, в кавычках, виден политический подтекст. И уже изначально, давая установку на то, что все, что было ранее исследовано или, как раздокументировано, это уже изначально какая-то пропаганда и неправда. Ну, если говорить об этой чрезвычайной комиссии, то, клеймя ее действия, авторы не утруждают себя даже оценить, кто входил в эту комиссию и кто ее представлял. А эта комиссия... Там были, да, представители следственных органов, не без этого, но в своем большинстве эту комиссию, например, представляли такие люди. Общественные деятели, доктор медицины Павел Страдович, писатель Янис Клуберкаунт, священник, учительница и другие. То есть теперь им обвиняется в то, что они неправильно делали следственные какие-то действия, что-то не так, но, тем не менее, это были в то время известные люди, которые хоть что-то могли как-то подвинуть общественность на какие-то действия. И это авторы исследования утверждают, упомянуют о том, что эти люди не совсем полномочны были, и на основании этих делают выводы, что чрезвычайная комиссия не желала делать правдивые выводы. Кроме того, многочисленные данные, на которых сегодня строят авторы свою версию, версию событий с 1942-1944 года, сейчас... Это картинки еще из лагеря, там у меня есть фотографии очень много. Ну вот, это разрушенные лагеря еще в 1946 году сожжены. Говоря о комиссии, авторы исследований пользуются данными, которые не было еще на тот момент, и их даже не существовало. То есть воспоминания бывших узников, которых еще угнали на Запад, не было. Все архивы, почему историки не исследовали в советское время эти данные, поскольку архивы чрезвычайной комиссии были засекречены до 1985 года, и практически никто ими не пользовался в открытом доступе. Да, еще поясняю ситуацию с архивами. Исследователи в привычном инключении советской пропаганды указывают лишь на то, что советская власть занималась пропагандой нацистских преступлений для того, чтобы скрыть преступления сталинизма и дискредитировать латышское общество эмигрантов. Такое предвзятое отношение к наследию советского режима проявляется и в авторской градации узников лагеря, точнее, в воспоминаниях разных категорий узников лагеря. Авторы предлагают делить воспоминания бывших узников на две группы. Первая группа – это жившие после войны при советском тоталитаризме, и вторая категория – это живших на демократическом Западе. Таким образом, авторы уже в самом начале исследования тенденциозно делят доступные данные в лагере на своего рода верные и неверные. Еще обращаю на себя внимание факт, что авторы утверждают, что у комиссии были универсальные свидетели, которые следователи использовали в своих целях. Однако, анализируя это исследование, то у авторов, у самих есть такой универсальный свидетель, который все видел и который все знает. И этим, таким универсальным свидетелем у этих исследователей является бывший заключенный Артур Нефортс, который занимал должность помощника старшины лагеря. И в октябре 1944 года он попытался записаться в добровольцем Латвийский регион СС. И вот если обратить внимание на указателя имен, в конце концерта, который проведен, то именно эта фамилия упоминается наиболее часто. Я подсчитал, это 51 упоминание... Нет, даже я... Да, на 51 странице он упоминается, здесь 311 страница следует. То есть это шестая часть книги. К выбору анализируемых фактов авторы также подходят избирательно. Практически все советские источники по авторскому определению не соответствуют истине и не могут служить доказательством. Так, например, цифируя воспоминания Харлиса Саутмита с 60-х годов, авторы сомневаются в приводимых им цифрах, но по количеству узников. Однако при этом за абсолютную правду принимают воспоминания бывшего узника Неппорса за 99-й год, который помнит все данные с точностью до человека через 55 лет после уничтожения лагеря. Более того, итоговые данные о погибшем в Саласпесе в период с мая 1942 года до сентября 1944 года взяты из воспоминаний всего лишь одного бывшего заключенного Неппорса за 99-й год. Никаких документальных подтверждений им нет, не даются никаких пояснений к цифрам, никаких комментариев. Таким образом, можно сделать вывод, что, оставляя без комментариев важнейшие итоговые данные, читателю предлагается мысль, что представленные цифры настолько точны, что не требуют дополнений. Неизвестно, по какой причине в общую итоговую таблицу погибших не включены еврейские узники. И именно эти сравнительные цифры авторы выдают как окончательные и самые достоверные. Согласно новому данному этих исследователей, в лагере погибли от 1162 до 1952 человек. И в исследовании утверждается, что в лагере погибли от 250 до 650 детей. При этом необходимо сделать отсылку на протоколы исправки чрезвычайной комиссии об эксгумации 632 детских трубок разного возраста на гранизонном кладбище в Савоспилсе. Еще 17 детских тел захоронено на покровном кладбище в Савоспилсе с соответствующим указанием на памятники. Таким образом, количество погибших детей уже составляет 649. И это только по двум документам. То есть, уже 250 никаким образом сюда нельзя включить. Тем не менее, они включают как официальную цифру 250. Позднее, один из исследователей в одном из интервью в газете «Латвия Савереза» опонировал мне, когда я утверждал, что вот есть документ 632 детских тела, но как их нужно игнорировать? Через какое-то время он давал интервью «Латвия Савереза» и он попытался объяснить свою позицию. Он объяснил за тем, что этот факт недостоверен, поскольку на кинохронике чрезвычайной комиссии 44-го года не видно того, как нет эксгумации детских тел. Тем не менее, эти фотографии на гранизонном кладбище детских тел существуют и хранятся в архивах военного музея в Риге. На сегодняшний день практически не существует. Тут или не найдены еще пока документы, которые с абсолютной точностью позволяли бы обосновать окончательные цифры погибших и прошедших через этот лагерь. Все доступные факты о численности узников и количестве погибших в лагере носят спорадический характер. То есть все данные, которые сегодня имеются в распоряжении историков, касаются того или иного момента существования лагеря. Это же касается выводов и Советской комиссии о том, что в лагере погибли более 53 тысячи человек, что тоже не соответствует действительности, поскольку цифры основаны на технических расчетах и среднего допущения, что в кубометре захоронения покоится 7 человек. При этом судно-медэксперты не делали эксгумации всех обнаруженных захоронений. Ну вот еще некоторые факты, которые бы хотелось заострить внимание читателей данного исследования. На странице, например, 155-й дается описание отдельной категории узников, в которых авторы исследователей называют советскими участниками движения сопротивления, что характерно дается их оценка с точки зрения национальных интересов Латвии. И, следовательно, называют их коллаборационистами. При этом в описании участников так называемого национального сближения за независимую Латвию, сотрудничавших с немцами, термин коллаборационизм не раз и не употребляется. В главе источники судебные документы подробно рассказывается о латышском инженере Маргусе Почаровском, который руководил строительством лагеря, которого судили в 59-м году. Авторы рассказывают о том, что советские следователи практически оклеветали Кочаровского и голословно утверждают, что следователи могли подыскать нужных свидетелей для расправы над ним. Рассказывается, что порой Кочаровский был несколько суров с евреями военно-пленными, строившими лагерь, но это от него требовали обстоятельства и сроки строительства. При этом авторы ни разу не упомянули, что Кочаровского осудили не за строгое отношение к строителям лагеря, а за то, что он по свидетельским показаниям нескольких человек Кочаровский избил двоих советских военно-пленных и заживо затолкался с костера. Довольно большая по объему пятая глава лагерь в Саусписе в дискуссиях с нацистской администрацией. Авторы рассуждают и приводят различные фрагменты из высказываний и переписки администрации лагеря, которые называют его расширенной полицейской тюрьмой и воспитательно-трудовым лагерем, избегая применения термина концентрационный лагерь. При этом авторы в данной главе также отрицают и не принимают вести, что данная тюрьма и воспитательно-трудовой лагерь, по сути, выполнял функцию концентрационного лагеря, который подчинялся не управлению лагеря СС в Берлине, а местной администрации СД, полиции и безопасности. В главе управления лагеря Сауспис, охрана лагеря, практически ничего не говорится о старшем лейтенанте Кунрадикал, который поначалу был участником оперативного формирования так называемой команды АРЭС, уничтожавшей евреев в Латвии, а позднее руководил внешней охраной лагеря в Саусписе. В 1944 году КАРЭС был лишен гражданства США за скрытие некоторых факторов из своей биографии и проживал в Австралии. В 2000 году власть Латвии предъявили ему обвинения в военных преступлениях, но дело начали искусственно затягивать. Большую роль в защите и проволочке дела военного преступника сыграл один из рецензентов, описываемое исследование о лагере в Саусписе, Андреев Сезерга Алис, который в суде настаивал на том, что все обвинения против вкалуста носят политический и принужденный характер. Латвия, прокурор Нэтл, заявил, что Эзерга Алис не сумел доказать, что хоть что-нибудь понимает в современных латвийских делах и призвал судью вовсе не приобщать к делу показаний Эзерга Алиса. Халлис так и не был осужден и скончался своей смертью в Австралии. Если еще говорить о морально-этических качествах, то есть в главе о детях, когда они рассуждают о погибших в лагере, то у них есть такая фраза, весьма неоднозначным выглядит утверждение авторов о том, что по сравнению с детскими лагерями Гиммлера на Украине, цитата, детям, привезенным в Сауспис, повезло, поскольку их позже разместили у сельских жителей в приюты и передали в семьи, поэтому они выжили после войны. В целом, при прочтении к данному исследованию нужно относиться по-авторски, то есть также критически. Это исследование можно сравнить со своеобразной мозаикой. Все факты в рост, каждый сна по себе ценен, но сложив их воедино, увидеть картину целиком, которую авторы обещали в начале книги, не получится, так как в завершении авторы производят подмену и предлагают свою и необходимую картину. Тем не менее, данное исследование можно оценить положительно, поскольку тема истории Саусписовнов попала в общественное пространство память о бывших и погибших, снова всплывая в умах и сердцах неравнодушных людей. Во-вторых, в условиях дефицита документальной информации по истории лагеря будет в свет новые факты и данные о его существовании. В-третьих, есть шанс, что в будущем, благодаря общественным дискуссиям, эта тема не угаснет, и подвинут исследователи, искать и находиться в новые и новые данные. Спасибо. Уважаемые коллеги, большое спасибо докладчику. Есть ли вопросы? А, пожалуйста. Влад, знаете ли вы, что являлось в 1942 году символом Саусписа? Дерево. У нас в Бауске недавно умер Геннадий Иванович Шаляпин, 12 лет от этого мальчишки, после убийства генерала Веса, по деревне Шапкин, генералской области, сюда выставили. Многие в Бауске жили, выставленные, прошли многие через Сауспис, у него лесник спад, зону работы. Я заканчиваю. Так вот, дуб, дерево, облоданное, вообще ничего не видели. Не было даже баракт. Вот они стали жить, 13-летние мальчишки прислали. Вот. И генералы это захоронили там, на месте стадиона. Вот. Хочу спросить еще. Что вы могли бы рассказать о том, как вот жили советские военнопленные. Там рядом был еще один лагерь. Тоже в земле жили, в Европе не были. Что-нибудь известно? Примерно. Цифры меня интересуют. Сколько там могло быть военнопленных? Актриса Татьяна Рогас рассказывала о немецком субордном владелем. Бросали булочки. Там актрисы русской травмы, вообще рижское сопротивление было, более 100 человек. Покор отаянцевого завода, в измельцовке. Борис Кротов футболисты часто Босом там все-таки был форшел, да? И что вот про военнопленных, можно сказать? Кстати, в этой книге есть какое-то упоминание про военнопленных? Нет. Эта книга была там, и все. По правому. Все партнеры. Ну, что касается военнопленных, это был совсем другой лагерь. Он подчинялся совсем другим структурам. Он подчинялся друг к проблемам, и никакого отношения к тому, что его военнопленные строили этот лагерь практически и нет. Извини, я просто хотел сказать о том, что совершенно в темном состоянии строится история военнопленных в Риге. Недавно я сдал книгу Ефиму Горчи Кастер, главному инженеру МВСР. И он пишет о том, что тоже на их предприятии был лагерь для военнопленных. Вот, окружен корючей проволокой. И таких много. 26 консолотерей нужно по Латвии. К сожалению, эта проблема не только Латвии, но к нашему великому стыду. И в России эта проблема стоит очень болезненно, поскольку трагическая судьба военнопленных 1941-1942 года, она изучена из рук он плохо, хотя немецкие коллеги отмечают, что судьба советских военнопленных это преступление нацистской Германии, носящее в себе признаки геноцидальности. Это не моя точка зрения, это мнение немецких коллег. По выступлению Владимира Алексеевича именно по той книге, по тем новым исследованиям, о чем он говорил. Есть ли еще вопросы? Большое спасибо за ваше интересное выступление.